Третий форум примечательный хотя бы тем, что это уже третий форум. И каждый год, казалось бы, может быть даже слишком часто, но тем не менее приезжают сотни людей из самых разных стран мира, из 50 стран мира. Этот форум, который будет проходить в Ереване, особо знаменателен тем, что одновременно с тем, что мы встретимся, что мы будем эмоционально подписываться друг от друга воспоминаниями и так далее, этот форум посвящен 200-летию Лазаревского училища. Эта юбилейная дата, она как бы освещает и весь форум, и темы, которые будут обсуждаться на форуме. Лазаревское училище было создано двумя вельможами армянскими и крупными, как мы сегодня сказали бы, предпринимателями, для того, чтобы готовить детей из армянской среды, поступление в университет, хотя он сам в конечном итоге, этот институт Лазаревские училища превратилось в университет. Но очень быстро, за очень короткий срок, это превратилось в крупнейший центр востоковедения. И Лазаревский институт, как он стал именоваться с 30-х годов XIX века, затем Московский институт востоковедения, затем МГИМО, поскольку Московский институт востоковедения в 54-м году, в прошлом веке был соединен в МГИМО, это крупнейший центр московского востоковедения, а посуществует и начало московского востоковедения, где превратился персидский, арабский, грузинский, турецкий и другие языки. И выпускники этого института работали и на дипломатической службе российской, и в других ведомствах государственных, многие из них стали известными предпринимателями, учеными, писателями. И была создана совершенно фантастическая библиотека, 4 тысячи томов редчайших изданий, потому что из экспедиции и наши дипломаты, и путешественники привозили совершенно уникальные рукописи, книги и передавали в эту библиотеку Лазаревское училище. К сожалению, собственно, у нас в университете сегодня из этих наименований только пятая часть, но тем не менее по-прежнему библиотека Лазаревского института это украшение нашей библиотеки, университетской, поскольку там есть даже рукописи 13 века на персидском языке. И мы сейчас к юбилею издаем большой каталог всех этих книг, ну и издаем очень солидный, серьезный, первое такого рода исследование, посвященное истории Лазаревского института. Что интересно будет узнать зрителям, императорская власть уделяла колоссальное внимание подготовке востоковедов к Лазаревскому институту. И главным попечительствующим, послеоснователя, император Александр назначил Аракчеева, известного нам по пушкинской эпохе, по аракчеевским поселениям, а после Аракчеева им стал Винкендорф. То есть представляете, самые близкие к двум императорам, к Александру Первому и к Николаю Первому, люди, соратники, были опекунами этого института, это свидетельство просто о том, какое внимание уделялось. Ну, теперь возвращаясь, собственно, к нашей встрече в Ереване, мы сердечно благодарны нашим армянским коллегам, друзьям, нашим выпускникам, работающим в Армении. Там много выпускников, включая министры иностранных дел, что они взяли на себя значительную часть организационных забот. Мы надеемся, и такого рода обещания нам были даны, что нашу встречу 23 октября откроет президент Армении, Серж Сарксян, будут участвовать многие известные деятели, Армении. Ну, а съезжаются, я вам скажу, наши выпускники, особенно приятно, что из стран Востока очень солидные, серьезные, там, с десятых только министров будет разных стран, которые приедут на эту встречу и будут выступать по темам, с докладами, поскольку будет три содержательные секции, помимо общей дискуссии, секции, посвященные Ближнему Востоку и актуальным проблемам сегодняшнего Ближнего Востока, в том числе и новые ситуации, которые складываются сегодня в связи с подписанием соглашения с Ираном, с Ираном, выход Ирана на широкую международную арену в этом смысле. Будет обсуждаться проблематика, связанная с шелковым пути, с китайской идеей экономической шелкового пути, и будет обсуждаться дальневосточные проблемы Китая. Ну, в целом, дальневосточные проблемы, но и роль, которую сегодня играет Китай.